Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13, и вы не поверите, еще полчаса назад, вот серьезно, не меньше, я договорился с одним из жителей деревни встретиться прямо тут, ребята, на этой лужайке за кузницей. Хожу, ребята, тут уже в интернете сижу, мемчики листаю, нету жителя, просто нету, такое ощущение, что он забыл про меня. И из-за этого, ребята, нам с вами сегодня придется не помогать жителю, а отправиться на какие-то свои деревенские какие-то задачи. Грядки поубираем, ребята, с мэром пообщаемся. Чего? Я даже сначала, знаете, не понял, что я вижу, это что за столпотворение там такое? Подожди, ребенок? Он что, что он делает? Подождите, а ну-ка. Вот, возьмите, жители, вот это вам, это все ваше теперь, берите, берите. Он им деньги раздает? Откуда у него столько? Вы же помните этого, ребята, ребенка? Он постоянно приезжает и какую-то дичь в моей деревне делает. Чувак, подожди, откуда у тебя столько денег-то? О, привет, это вот тебе возьми, это, в общем-то, твоя зарплата, твоя прибавка, твоя премия за тебя, это, в общем-то, за твою семью, а вот, собственно, просто подарок от меня. Спасибо, 38 изобрудов, ты что, с ума сошел? Да, чувак, да, я тебя обниму, господи, так рад тебя видеть. Да, спасибо, конечно, ребят, я, если честно, вообще ничего не понимаю. Слушай, мне, мне, если честно, это всего не надо, зарплата у меня через пару дней, мне и так мэр выдаст, поэтому не надо. Нет, стоять, теперь я твой мэр, теперь я тут главный, поэтому это все твое, вот твоя прибавка, зарплата, вот премия, вот еще, вот-вот-вот, и вот это уже торгода. Слушай, большое, конечно, спасибо, выглядит это странно, мне деньги твои не нужны, я ничего не понимаю. Ты можешь в двух словах вообще рассказать, что тут происходит, и откуда у тебя, откуда у тебя столько денег? В смысле, откуда у меня столько денег? Я новый повелитель этой деревни. Чего? Какой повелитель? Подожди, я что-то не понял, а мэр об этом знает, что ты тут повелителем устроился? В смысле, мэр, я теперь мэр? Да, да какой мэр, чувак, ну, это, это опять какая-то твоя дурацкая шутка, но это же не смешно. Все мы знаем, что мэр, вот его дом, он тут живет, ну какой ты мэр, ну, как ты можешь быть мэром? В смысле? Да спроси у кого хочешь, я теперь настоящий мэр, мне сказали, что я здесь могу навести порядки, и вот я приехал наводить порядки. Но если я у кого-то спрошу, меня за дурачка примут, ребят, ну сами посмотрите, как такой маленький мальчик может управлять такой популярной деревней, как наша, там, почему не вот этот житель, почему не Рома, да, почему не я, в конце концов, живу тут столько времени? Ты, ты, ты вообще уверен, что ты вот, ну, как бы мэр? В смысле? Я на все 100 уверен в себе, я очень, знаешь ли, молодой перспективный бизнесмен. Так, ладно, хорошо, молодой и перспективный бизнесмен, давай, как бы, заключим с тобой такую сделку. Вот если ты прямо сейчас, ну, как-то мне докажешь, что ты мэр, вот тогда я тебе поверю. В смысле докажу? Ну, я не знаю, там, с постройкой что-нибудь сделаешь, я не знаю, как-то выдашь что-нибудь себе то, что может только мэр, ну, то есть что-то такое, потому что я пока что не верю, что ты обладаешь такими преимуществами. А денег тебе недостаточно? Да, ну, что мне эти деньги, чувак, да, что мне эти деньги, ну, вот я не знаю, ну, вот, если вот прямо сейчас ты свой дом каким-нибудь крутыми сделаешь, вот тогда я тебе поверю. О, точно, точно, мой дом, он же должен быть теперь не таким обычным и бедным, он должен быть богатым, правильно, богатым, я же богатый теперь, я самое главное, я должен быть богатый, перспективный и очень, знаешь ли, привлекательный мужчина, я теперь мужчина, между прочим, поэтому мне нужно всё это так, подожди секундочку, сейчас, оп, оп. Так, ну, давай, пока ты там занимаешься, слушайте, ребят, я, если честно, не совсем понимаю вообще, ну, вот, реально, посмотрите, это же выглядит как самый обыкновенный троллинг, ну, вот, честное слово, что он там снова собрался своим делать? Ну, всё. Чего? Чего? Ребят. Не нравится, что ли, что ли, не так, что ли? Я сейчас, вы не поверите, у меня такое ощущение, что челюсть отвисла, ты как это сделал? Чувствуете, как я это сделал обычно, вот, я мэр. Ребят, стоп, 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 сейчас у меня просто в голове такая каша, я не верю, я не верю в то, что происходит, а ты реально мэр деревни? Ну, да, самый настоящий. Подожди, стой, а почему тебя сделали мэром, почему не кто-то другой, как ты вообще им стал? Ну, в смысле, мне сказали, всё, прошлый мэр тю-тюш, улетел, как бы, не знаю, куда-то там, он там зарплаты задерживал, и как бы мне сказали, вот, ты будешь мэром, ты сделаешь эту деревню лучше, так скажем, свежим взглядом, молодым взглядом, новым поколением, всё здесь, в общем-то, осмотришь, переделаешь, ну, я не знаю, что-то мне там сказали, я, в принципе, косюм надел, вот, деньги все потратил на машину и приехал. Подожди, подожди, ну, опять же, стоп-стоп-стоп, раз уж ты, мэр, ребята, судя по всему, это не какая-то дурацкая первоапрельская шутка, а, значит, ну, как бы, для того, чтобы сделать деревню как можно лучше, ну, для начала стоит не разбрасывать так деньги, ты же, ты же нас реально по миру пустишь, ты все деньги жителям отдал, зачем? В смысле, зачем? Ну, у них же не было зарплаты, им надо же на что-то жить, это же неплохо, это же только хорошо. Да никто не спорит, что это хорошо, но, блин, ты сколько им выдал-то, ну, расскажи-ка мне. Ну, стаков девять. Сколько ты им выдал? Девять стаков? Девять вроде бы. Ты, ребята, чтоб вы понимали, месячная зарплата фермера, ну, изумрудов, ну, десять максимум. Девять стаков ты выдал жителям, ты, ты с ума сошел, подожди, раз уж ты, мэр, ты можешь вот прям сейчас дождь выключить, ну-ка, давай, покажи мне свою мощь. Конечно, смотри, вот, а-да-да-да-да-да. Ребята, это жесть, он серьезно, нет, все, это, это окончательная точка, ребята, он может все, подожди, чувак, но, давай я тебя как-то, не знаю, научу как-то с деньгами справиться, потому что, если ты так и дальше будешь транжирить, деньги, которые нужны для развития деревни, мы с тобой реально не в деревне будем через пару недель жить, а просто будет, знаешь, какая-то насыпь из ресурсов, какие-то фермы будут, и жители все уедут, ты это понимаешь? А зачем думать о том, что будет завтра? Нужно наслаждаться тем, что сейчас. Ну, нет, это, конечно, как-то косвенно и правильно, но это же не какое-то минутное ощущение, это же не прыжок с парашютом какой-то, это же постоянно будет происходить, ты представь, что, что будет, если ты раздашь все деньги? Дома все осыпятся, никто работать не будет, про деревню все забудут, оно тебе надо? Нет, я не хочу так, ну, нет, я не хотел, ну, научи меня, научи, ну, придумай. Ну, что придумать? Я же тебе говорю, просто перестань как минимум раздавать деньги, подумай как-то, как это можно там, я не знаю, вложить эти деньги куда-то. Ну, а как, ну, а где мне взять деньги, я все отдам? Ну, я откуда знаю, ну, ты, мэр, ты придумай, тут придумал, конечно, на меня ответственность смотрел. Ну, придумай, не, ну, придумай, пожалуйста. Да не буду я ничего придумывать, ты, мэр, вот ты заварил кашу и раскрывай. Подожди, я тебе приказываю, я могу приказать? Давай, приказываю. Ну, ты можешь, конечно, блин, ребят, по большому счету, он-то реально, он же мэр, он же все может, то есть, блин, слушай, вот это ты мне, конечно, задачу дал. То есть, нам нужно вернуть изумруды, я правильно понимаю? Да, да, все изумруды вернуть. Ну, я не знаю, ну, попробуй их отобрать у жителей, ну, я не знаю, скажи, типа, ребят, ну, я пошутил. Не, не, это, нет, так нельзя, это, я буду злым. Блин, ну, вот, ребята, заварил кашу, мне теперь расхлебывай, ну, придумал, придумал, стой, просто приди и скажи, что, типа, жители, так и так, знаю, вам не хватает денег, я выдаю вам зарплату на пару месяцев вперед, ну, или сколько ты там выдал, ну, на год вперед, ну, допустим, вот так. Ну, хорошо, да, это крутая идея, пойдем, пойдем, пойдем. Вот, пойдем, а еще скажи им, что за мотивацию, вот, для мотивации работы ты добавляешь им там два изумруда к зарплате, и они обрадуются и ничего даже не поймут. Все, понял, хорошо, эй, жители, жители, в общем-то, слушайте меня, слушайте главного человека в этой деревне, в общем, я вам выдал зарплату на год вперед, ну, и чтобы у вас была мотивация, выдал еще на два изумруда больше, поэтому, ребятушки, работаем, работаем, не расслабляйтесь. Мы должны сделать здесь все место лучше. Офигеть, слушай, мэр суперкрутой, спасибо ему. Ну вот, вот, видишь, а я тебе говорил, все, все, фух, вроде разрулили, слушай, ты в следующий раз как-то аккуратней будь, а если я ничего не придумаю, да и, в принципе, меня это уже не волнует. Я же тебе помог, значит, я с твоим поручением справился, правильно? Слушай, стой, стой, да, ты справился, молодец, спасибо, вот, но, но, но есть одно но. Какое еще но? Хочу, чтоб ты был моим помощником, все, теперь ты будешь моим помощником. Нет, чувак, нафиг мне это надо, постоянно эти проблемы, мне и своих дел хватает, какой еще помощник? Ну я не знаю, как мне быть крутым мэром, а ты, я смотрю, очень хорошо, знаешь, вот, поэтому давай ты меня просто научишь. Ну, ребят, ну, судя по всему, выбора у меня нет, ну, хорошо, хорошо, давай попробуем, давай попробуем. Что ты хочешь сделать в деревне? Ты хочешь ее как-то развивать, я правильно понимаю? Конечно, я хочу, чтобы она была супер-пупер крутая. Ну, я не знаю, тогда тебе нужно придумать что-то действительно, знаешь, такое, революционное, крутое, масштабное, что можно добавить в деревню? В смысле? Ну, я вот убрал уже колодец. О, чувак, ну, колодец, я думаю, лучше вернуть, я тебе как советник, как твой помощник, вот, открыто заявляю, потому что, ребят, я думаю, вы со мной согласитесь, Деревня, это главное, что есть вообще в Майнкрафте, как мне кажется, без нее вообще Майнкрафт не Майнкрафт. А что главное в деревне? Правильно, кузница, церковь и колодец, ребята, это то, без чего она невозможна. Я думаю, что мы этим займемся позже, ой, ты еще и воду все высушил, давай это поручим потом просто жителям, у меня появилась идея покруче. Раз уж ты раздал все изумруды и нам нужно заработать больше, я предлагаю тебе сделать автоматическое улучшение грядок. И таким образом мы, ребят, вместе с вами сможем, что? Правильно, делать еще больше грядок, а значит, что? Еще больше изумрудов, ну, прикольно же. Ого, ты такой умный, оказывается, ну, давай, давай, сделаем, да? Так, давай, я же могу креатив включить, да? Конечно, может, и все может. Так, ну, раз мэр дает добро, ребята, прописываем геймот 1, да, действительно работает, прекрасно. И, значит, смотри, что мы с тобой делаем, ребята, и тоже можете записывать. Значит, берем и просто с тобой вот таким вот образом, как бы, знаешь, сверху вниз направляем раздатчик сюда, понимаешь, о чем я? Ну, ну-ка, давай, давай, да. Так, ребята, так, тут нужно аккуратненько, аккуратненько. Во, во, смотри, и пошел, пошел рядышком, так же делай. Ага, так, сейчас попробую. Так. А это сложно вообще? Да нет, ничего сложного, на самом деле система очень простая, ребята, я вообще не понимаю, почему ее до сих пор нету в деревне. Давай с тобой экспериментально добавим это на одну грядку, а потом попробуем добавить сразу на все. Ты там как, получается у тебя? Да, да, вроде получается. Ну, вот и хорошо. Так, смотрите, ребята, так, отлично. Вот здесь вот небольшая у нас помарочка получилась, но я уже все исправил. Так, и вот с этой стороны погнали. Господи, как это неудобно работает. Вот, наверное, нужно немножечко пониже. Блин, чувак, слушай, у меня с этой стороны не очень получается. Может, ты мне поможешь? Да, секунду, сейчас я заканчиваю здесь. О, все. Давай, 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 я с одной стороны сделала, вот со второй у меня никак, блин. О, получается, получается, нормально, 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 пошло, пошло, пошло. Вот, смотри, у нас все грядки уже застроены или у нас еще одна осталась? Давай вот с тобой вместе сообща, так скажем, будем с тобой сейчас это дело все быстренько закрывать. Во, 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 пошел, пошел процесс. И смотри, самое главное нам еще с тобой что? Ты пока заканчивай, а я, ребята, в каждый из этих раздатчиков добавлю ровно по стаку костной муки. Таким образом мы сможем очень быстро, ребята, улучшать абсолютно все грядки в деревне и зарабатывать очень много изумрудов. Реально, блин, это же так просто, ребята, почему этого никто раньше не сделал? Так, слушай, ты добавляешь нам костную муку, все нормально? Да, сейчас, да, все, вот костная мука вроде бы. Давай, ты пока добавляй, а я покажу подписчикам на примере одной грядки, как это работает. Потому что если я сейчас буду, ребята, делать это везде, мы с вами тут задержимся надолго. Итак, смотрите, мы убираем грядку, ребята, полностью и целиком. Так, замечательно. Пока наш, ребята, новоиспеченный мэр занимается там, я это дело делаю вот здесь, ребята. Так, устанавливаю сюда рычаг и просто вот так вот, ребята, накидываем везде редстоуна. И по-хорошему это сейчас должно сработать. Мы нажимаем и, смотрите, хоба, иди, чувак, иди сюда, посмотри скорее. Давай, давай, ага. Итак, мы нажимаем раз, рычаг, нажимаем еще раз и еще раз и вуаля. За три клика, ребята, мы получаем абсолютно новую созревшую грядочку. Можем ее убирать и еще раз так засадить. Ну что, как тебе изобретение? Слушай, это очень круто, это круто, ты реально профессионал. Ну, скорее не профессионал, просто, знаете, такой заядлый житель деревни, жители номер 13. Значит, смотри, первое изобретение мы с тобой сделали, мы с тобой еще обязательно поработаем над развитием, но, знаешь, для начала нужно продать машину, мне кажется. Если ты действительно хочешь, чтобы деревня процветала, ну как, вот так нужно продать ее, потому что она стоит немало, как ты понимаешь. Лучше эту день, деньгу пустить, знаешь, на зарплаты, вот реально на зарплаты. Ну, я же должен быть влиятельным человеком. Ну, ты влиятельным человеком можешь быть и без вот этой вот офигенной машины. Продай ее, а деньги лучше жителям раздай, и то больше пользы будет. Блин, ну ладно, так как... Завтра я тогда продам? Нет, чувак, никакого завтра, лучше, знаешь, прямо сейчас поедем и прямо сейчас продадим. Как тебе идея? Ну, давай, если только я не умею ездить. Ладно, я поведу, ничего страшного. В общем-то, ребята, сейчас мы экстренно отправляемся в город, лучше эту машину реально от греха подальше сдать в автосалон, пока она нованная, не битая, ребята, как говорится, не царапанная. Отдадим, получим деньги, а все это раздадим жителям. И дом, чувак, дом тоже нужно будет разобрать. А я ролик, я пока что на этом заканчиваю. Пишите в комментариях ваши идеи по развитию деревни номер 13, ну или любой другой деревни. Мы с ребенком это все дело прочитаем, ребята, и обязательно что-нибудь додобавим. Не забывайте тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. Всем удачи и пока!